Из-за полномасштабного вторжения России, 22-й год стал одним из самых тяжелых для украинской экономики. По предварительным оценкам, падение ВВП, сообщили в Минэкономике, Украины составило около 30%. Но этот показатель значительно меньше не только прогнозов международных организаций, но и украинского правительства. Несмотря на столь существенный спад, это лучше, чем все наши предыдущие прогнозы. Когда Россия начала террористические обстрелы нашей критической инфраструктуры, то были значительные опасения, что экономика может упасть на 35-40%. Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, на заседании правительства 6 января. Нужно понимать, что сейчас наша экономика немного искажена. И если в 2021 году бизнес, то есть частный сектор, формировал около 65% ВВП, то в этом году государственный сектор взял на себя роль лидера, который сохраняет стабильность экономики и сформировал половину ВВП. Несмотря на логичное падение экономики из-за вторжения России, за 22-й год украинский бизнес принес бюджет около 690 миллиардов гривен. Это на 80 миллиардов больше, чем в довоенном году. Это 99,4% от того, что было запланировано на год в мирное время. И на 80 миллиардов гривен больше, чем в мирный 2021 год. Это при падении экономики, наличии законной возможности не платить налоги и налоговые льготы. Налоги являлись главным ресурсом для финансирования армии весь год. Ярослав Железняк, народный депутат Украины, в Телеграм. Закрывать бюджетный дефицит помогали международные партнеры Украины. От них Киев получил около триллиона гривен. Половина – это безвозвратная помощь. Больше всех выделил Вашингтон. 410 миллиардов гривен. Почти столько же страны ЕС. Удержать экономику помогала финансовая помощь МВФ, Канады, Великобритании, Японии и других. В следующем году мы планируем привлечь еще 18 миллиардов евро от Европейского Союза и 13 миллиардов долларов от США. Тут мы говорим именно о макрофинансовой поддержке, которая пойдет на финансирование бюджетных трат. Это приятный запасной вариант, который висит в воздухе. Но у нас был подтвержден пакет макрофинансовой помощи от ЕС на 9 миллиардов долларов, которым мы не воспользовались. Благодаря усилиям украинского народа и стран-партнеров Киеву удалось профинансировать все запланированные расходы на сумму почти 3 триллиона гривен. 600 миллиардов гривен украинцы потратили на покупку военных облигаций, инвестируя в армию и устойчивость экономики. Юлия Безбородько для телеканала Freedom.